Всем большой привет! И также хочу поприветствовать на моем канале Юлю. Очень рада, что она согласилась на эту беседу, интервью. В целом, я увидела классный рилк, где девчонки собрались вместе и в презентациях рассказывали друг дружке, что они делают на работе. Мне показалась эта идея очень классной, но я решила это сделать в формате такого вот интервью-беседы и с удовольствием буду делиться, в том числе и с вами, чем занимаются мои замечательные талантливые подруги. Начнем, наверное, с начала. Расскажи, пожалуйста, когда тебе вообще пришла в голову идея переехать в Германию и в Берлин? У меня изначально не было идеи переехать, я просто думала, что я сюда поеду учиться в магистратуру. Пришла эта идея в конце 2014 года, когда я заканчивала бакалавриат в Москве, и мне как-то хотелось расширить свои горизонты, посмотреть, что есть за границей, какие есть вообще программы, университеты, и я случайно обнаружила для себя, что в Германии образование бесплатно, вот, и решила таким образом приехать, попробовать. Поступила в несколько вузов здесь, не только в Берлине, но как бы, так как я сама из столицы, мне тоже знакомые сказали, что нет, лучше выбирай Берлин, вот, и да, таким образом сюда приехала. А расскажи, пожалуйста, по какой специальности? Наверное, что ты закончила и на какую специальность поступила здесь? Да, это у меня МГУ, специальность социология, здесь тоже был факультет социологических и политологических наук, и здесь назывался мой университет, свободный университет Берлина, да. Тоже, как бы, мне хотелось что-то нового, и именно хотелось социологию, наверное, изучить, посмотреть, как ее в Европе преподают, да, какие тут теории, вообще какой подход к образованию. И да, я попыталась, получилось, чему я очень рада, и осталась здесь на очень долго. Изначально я планировала два года отучиться и вернуться обратно в Москву. Ну, как-то так все затянулось, закрутилось, да, вот. Это была твоя стартовая точка. Расскажи, пожалуйста, про сегодняшний день и чем именно занимаешься прямо сейчас. Я постепенно перехожу в сферу бизнеса. Сейчас я веду несколько проектов, и один проект, вот, вы его видите прямо сейчас. Это такой зал для персональных тренировок. Здесь можно тренироваться и с помощью тренеров, да, и приходить просто бронировать такие помещения для личных тренировок. Он очень, как бы, красивый. А здесь такая магическая атмосфера, все функционирует автоматически. То есть тебе не нужно выключать, включать свет, все это работает само. Вот. Я начала вообще заниматься этим проектом, его полностью поднимать. Мне интересна, в принципе, сфера спорта. А здесь такой, получается, коллаборация, да, спорта, активности плюс красоты. Вот. И на данный момент я веду этот проект. Мы собираемся открывать еще несколько локаций, и не только в Берлине, в планах и другие города Германии. В будущем тоже думаем открывать в Лондоне, потому что это все очень сейчас хорошо востребовано. Вот. Это, как бы, такое мое основное детище. По поводу других проектов не могу сказать. Они еще в такой инкубационной фазе. Мы сейчас очень многое разрабатываем, думаем, придумываем. Вот. И дальше как-то будем двигаться. Ну, ссылочку, конечно, да, оставим в описании на это волшебное, правда, место. Очень рада, что получилось снимать именно тут. Так что, да, отдельное спасибо за это тоже. А теперь расскажи, пожалуйста, поподробнее, наверное, ступеньки, да, от студенческой жизни. Работала ли ты параллельно, пока училась? Вообще, наверное, знаешь, еще интересно к твоей вообще мысли и ожидания от твоего будущего, да? Я уже поняла, что ты вообще-то не планировала прям так надолго здесь оставаться. Но вот расскажи, пожалуйста, про свои, наверное, первые такие вот мысли о том, что же делать дальше, что же делать после учебы или во время. Да, изначально я планировала здесь оставаться на два года, но потом у меня здесь появились друзья, как бы появился такой свой мир. И, естественно, я задумалась, может быть, не стоит торопиться домой, дома мы всегда сможем побывать, можно еще попробовать разное здесь. Да, и у меня были какие-то разные мысли по поводу карьеры. Я, будучи студенткой, достаточно быстро устроилась на работу, потому что, естественно, если ты живешь в Германии, да, и ты живешь здесь без родителей, и это как бы, да, ты полностью самостоятельный, то тебе нужно как-то себя обеспечивать. Особенно если ты хочешь там ходить на концерты, на какие-то мероприятия, что я очень люблю делать, путешествовать также. Вот, я четыре с половиной года, будучи студенткой, да, кстати, тоже сразу скажу, в Германии во многих вузах нету дедлайна по написанию магистрской работы, да. То есть, допустим, все экзамены я вообще сдала за два года очень быстро, а потом ты можешь как бы взять время для себя и еще продолжать быть студентом, и параллельно ты можешь работать, плюс, да, путешествовать. И работать не полный день, а 20 часов, а не 40. Я вот так вот в сумме, получается, четыре года работала. Я работала как старшим аналитиком в маркетинговой компании. Мне очень все нравилось, но это была такая больше работа с базой данных, с компьютером, да. Ну, вместе с компьютером ты постоянно находишься перед компьютером. И мне немножко не хватало общения с людьми, помимо общения с коллегами. Я как-то подумала, окей, даже если я заканчиваю здесь учиться, может быть, стоит посмотреть еще на другие сферы, плюс посмотреть, какие здесь есть бизнес-проекты. В принципе, Берлин, он такой город стартапов. Здесь очень много всего интересного. Именно для таких молодых людей-предпринимателей, которые хотят что-то попробовать, что-то этому миру дать. И здесь, в принципе, есть для этого все возможности. Таким образом, я решила остаться подольше. Вот, и, ну, плюс еще, да, попало на тот период, что была пандемия, было тяжело прилететь домой, и, как бы, да, были какие-то ограничения. И я решила здесь, скажем так, задержаться. Еще мне очень интересно узнать про твои отношения с городом. Потому что, помимо того, что это город стартапов, но также это очень такой неоднозначный для многих город. Он разный, он яркий. Много хорошего, но много и плохого тоже. Расскажи, пожалуйста, об этом. У меня были очень сложные отношения с этим городом. Когда я сюда приехала, честно скажу, мне очень не понравилось, потому что я приехала сюда зимой, да, ну, как бы осенью-зимой. В Берлине очень холодно, тускло, и с одной стороны и холодно, но снега, как такового, очень мало, или он выпадает, в принципе, быстро тает. Вот, мне не очень здесь понравилось. Плюс здесь такая была непонятная для меня на тот момент неформальная культура, то есть очень много творческих людей, но это творчество проявляется, как бы, не в стандартных для меня формах очень часто. Вот. Плюс такой здесь определенный стиль есть, одежды и всего, который был мне тоже очень, ну, как бы, чужд в начале. Но, вот, если честно, мне кажется, у меня с Берлином произошли такие, как бы, от такого полного отторжения до потом какого-то принятия, и позднее до любви, потому что я, как бы, прониклась вот этой вот атмосферой свободы. Здесь, в принципе, очень много всего, очень много людей со всего мира, ну, как ты знаешь. Здесь можно себя раскрыть просто по-разному, узнать. Вот, как бы, побывав здесь, можно понять, в принципе, многое и о мире как таковом, потому что Берлин — это такая столица мира, вот. И когда, естественно, я тоже здесь была большую часть времени, я здесь была студенткой, это очень много общения с другими студентами из разных стран. Много всего я и попробовала, да, имеется в виду, там, блюда какие-то интересные, там, вот, ребята из Италии готовили, там, настоящую итальянскую пасту. Вот, и я очень полюбила этот город, и, как бы, когда я сюда приезжаю, это мой, наверное, второй, ну, я не знаю, второй или первый, это мой второй дом. Я здесь себя очень хорошо чувствую, и здесь, действительно, ты можешь быть тем, кем ты хочешь быть, то есть это тоже такой большой плюс этого города. Какой твой любимый район? Ой, я очень люблю Пренцлауэрберг, ну, и Мита, центральная часть, еще Шонноберг, блин, не могу я выбрать один. Хорошо. Еще пару таких, может быть, немножко общих, но не менее важных вопросов, например, про твое комьюнити здесь, про твоих друзей и каких-то близких людей. Как у тебя получилось их находить? Я имею в виду, чаще это было по работе. Насколько, может быть, сложно, легко было знакомиться, общаться? Расскажи просто. Первые полгода было достаточно сложно, потому что я жила в своей квартире, то есть я здесь снимала квартиру, и, как бы, я, в принципе, не такой человек, не потому что я стесняюсь, а просто я никогда не подойду, и первое, не познакомлюсь, очень в редких случаях, потому что я как-то не хочу быть, да, там, на Зойлево, или вдруг, ну, у людей уже здесь, в принципе, есть свои друзья. Вот, мне было очень тяжело, и действительно не хватало общения, потому что у меня в Москве было очень много друзей. А потом я переехала в студенческое общежитие, и там ты просто не можешь не найти себе друзей, то есть там было нас 300 человек, и у нас были постоянно какие-то студенческие мероприятия, мы вместе, у нас там был студенческий бар, мы там постоянно играли в этот кикер, футбол, было очень классно, и все, как бы, естественно, были рядом комнаты, да, у тебя такой, как мини-отель для студентов, мы, и общая кухня, то есть там вариантов с кем-то не познакомиться не было, вот, и там, как бы, я встретила очень много классных ребят, которые за очень короткий период, они тебе становятся действительно близкими друзьями, потому что вы живете в одном пространстве, у нас это общежитие было немножко дальше от города, то есть оно было не в центре, и мы немножко были изолированы, поэтому мы редко выбирались куда-то в город, далеко было ехать, и мы часто устраивали что-то там, и это очень сильно сближало, плюс потом, ну, как бы, я сама такая, организатор по типажу, и мне очень нравится какой-то движ, я сама уже там была как таким, не знаю, как это, не старостой, как это говорится, ну, в общем, придумывала разные мероприятия, проводила их для ребят, естественно, на волонтерской основе, и таким образом встретила очень-очень много классных друзей, некоторые из них уже уехали с Берлина, то есть они приезжали сюда либо учиться, да, ну, они не, даже были не немцы, большинство из них было иностранцев, или русских ребят очень много, ну, или русскоговорящих, правильнее сказать, вот, многие уже уехали, что было тоже очень тяжело, потому что ты даже за год очень сильно привыкаешь к какому-то человеку, и, естественно, он тебе уже становится там, не знаю, родным, и потом, бац, этот человек уезжает, вот, и постоянно, если честно, Берлин для меня тоже такой город транзита, то есть многие здесь, ну, надолго не задерживаются, и постоянно приходилось новых людей встречать, что было достаточно сложно, не в плане сложно познакомиться, а сложно опять человека к себе подпустить, потому что ты не знаешь, когда, в какой момент он отсюда уедет, вот, и на работе тоже потом я познакомилась с многими людьми, но вот, наверное, больше всего друзей, и многие из них до сих пор являются моими друзьями, я, большинство из них я встретила именно в студенческом общежитии, поэтому, если вы собираетесь учиться в Германии, обязательно, да, попадайте в студенческие общежития, вот, ну, и плюс, конечно, через знакомых там, да, вот, если у меня там какие-то друзья из России приехали, у них уже здесь тоже какие-то друзья, то есть здесь, в принципе, люди очень открытые, и если ты хочешь найти друзей, то это очень легко сделать, вот. Классно, классно. А расскажи немножко про вот это вот ожидание реальность, что было для тебя неожиданным, пусть даже и в хорошем, или в плохом ключе, но вот какие-то планы и мысли, которые ты строила, которые немножко, скорее, не свершились, или свершились совершенно по-другому, что-то такое было? Это в плане именно моего пути или в плане города вообще? Ты знаешь, вот просто в контексте твоей жизни в Берлине это может быть и в плане города, и в плане карьеры. Если честно, у меня не было ожиданий, когда я в 20-го года решила сюда приехать учиться, у меня вообще не было, я даже не успевала подумать о будущем, потому что у меня была очень насыщенная жизнь, и оно, наверное, даже получилось лучше, чем я ожидала, потому что я не знала, что, несмотря на то, что я из большого мегаполиса, из Москвы, всё равно, когда ты живёшь в одном, как бы, таком пространстве, в полисе, ты не знаешь, что есть ещё, да, какие могут быть взгляды на мир, и, естественно, когда ты привыкаешь к одной модели поведения, да, или к одной модели взаимодействия, несмотря на то, что там тоже люди разные все, тебя могут какие-то вещи просто-напросто шокировать, вот, и, естественно, когда я сюда приехала, я с многими такими вещами столкнулась, да, там, естественно, здесь люди разные, были люди, которые очень добрые, очень открытые, и они там что-то для тебя делали на какой-то возмездной основе, что было очень-очень классно, были люди, которые как-то непредсказуемо для меня себя вели, которые могли называться друзьями, но для них, например, даже уровень дружбы другой, да, ну, какой-то конкретный пример, я привыкла, что мои друзья, если мы друзья, то мы друзья и в горе, и в радости, то есть если с кем-то что-то, ну, плохое случится, и твой друг хочет твоей помощи, то это классно, что он попросил у тебя помощи, и ты как бы ему стараешься помочь, потому что он твой друг. В Германии, ну, это, естественно, зависит от человека, особенно немцы, они не такие, то есть, да, вы можете быть друзьями, но это твои проблемы, это мои проблемы, и как бы ты, ну, в этом плане ты немножко сам за себя, плюс в плане отношений тоже, как бы вот эти вот роли мужчины-женщины, естественно, они у нас в России очень четко выявлены, здесь, да, иногда вот это вот равноправие полов, оно может, конечно, и положительная роль влиять, но для меня оно в большинстве своем как-то отрицательную роль играло, вот. Неожиданные повороты, да, какие-то? Ну, там, я не знаю, я, у меня нету, как бы, никаких таких ожиданий, но когда, там, элементарно, там, молодой человек тебя приглашает на свидание, и он может даже не предложить тебе, там, выпить, да, какой-то, там, не знаю, стакан сока купить, да, вот это было очень странно для меня, я к этому, естественно, на тот момент была не привыкла. Сейчас я уже понимаю, что, да, все люди разные, всех по-разному воспитывают, плюс, например, цветы, я хочу сказать. Иностранцы, ну, в частности, немцы, для них это какое-то нетипичное, особенно для молодежи, явление дарить цветы, особенно просто так, это какой-то уже из жидки прошлого, и, да, здесь люди не так часто дарят цветы и вообще подарки, а я такой человек, для меня это проявление любви, не только по отношению к партнеру, да, по отношению к друзьям тоже, я люблю какие-то маленькие подарки, сувенирчики и так далее, вот, было очень странно, что здесь это не так. Хотя, да, вот у меня много русскоязычных, скорее, подруг, девчонок, и мы друг дружке дарим цветы, и здесь это, на самом деле, даже проще, чем, мне кажется, в Москве, потому что в супермаркете замечательные букетики по очень хорошим ценам, короче, это странно. Да, да, здесь, конечно, в этом. Я тоже, я вот иногда прохожу, здесь очень красивые цветочные, и ты думаешь, камон, надо люди дойти на руку цветы. А, кстати, часто встречаю взрослое поколение постарше, чем мы, которые как раз с цветами, мужчины, женщины, какой-нибудь интересной веточкой, в общем, так приятно за этим наблюдать, но, к сожалению, вот наше поколение уходит почему-то от этого здесь, но... Еще хочется мне, как человеку очень далекому, точнее, по сути, очень академичному человеку, который живет в этом довольно-таки закрытом сообществе и мирке, мне очень интересно поподробнее про твою карьерную лестницу. Я поняла, что ты начала вот с такой, более такой аналитической работы. Наверное, для этого, мне кажется, так, по ощущениям, достаточно твоих каких-то навыков из университета, ты что-то умеешь, и ты можешь обработать данные, помочь компании с чем-то таким. Как ты двигалась дальше, вот таких первых ступенек технических, скорее, наверное, могу сказать, поправь меня, если что, к чему-то более такому широкому, разному, и расскажи, что это было. Да, ну, я вообще изначально достаточно разносторонний человек, разнообразный тоже, разносторонний человек, и мне очень многое, что интересно, и, да, действительно, я даже немножко, у меня были такие переходы из одной сферы в другую, то есть у меня была такая моя карьерная полоса. Да, изначально я была аналитиком, и это было ближе, более смежно с социологией, то есть, да, там анализ данных как таковой, но я поняла, что это, ну, мне нужно двигаться как-то дальше, и я рассмотрела для себя сферу сейлс, то есть это в консалтинговой, в американской компании я работала год в продажах. Поняла, что здесь наоборот, если там было больше работы с компьютером, да, с информационными технологиями, то здесь это очень много общения с людьми, и все, в принципе, зависит от общения, от продукта, который ты предлагаешь и продаешь, скажем так, вот, для меня это было тоже такое too much, и я, в принципе, подумала, классно вообще иметь что-то свое, то есть, ну, ты, я считаю, по жизни должен получать удовольствие от работы, потому что мы на работу тратим очень, ну, не то, что тратим, инвестируем в работу очень много времени, и важно, чтобы она тебе приносила удовольствие. И как-то так получилось, что я поняла, окей, можно, в принципе, работать на разных проектах, и не обязательно работать, вот, в офисе, да, на одной какой-то работе, и если ты достаточно такой лидер по типажу, то ты можешь сам вести весь проект, сам подстраивать работу, и все очень зависит от команды, с которой ты работаешь. Я, в принципе, в этой бизнес-сфере нашла близких себе по духу людей, которые как раз-таки заинтересованы, да, вот, в чем-то новом, в каких-то новых продуктах, и вот, можно сказать, отчасти благодаря им я пришла к тому, где сейчас я... У меня в планах очень много проектов, которые я хочу вести, которые... Я хочу, чтобы это было такое мое детище, вот, и я буду стараться как-то свои, может быть, знания из прошлого применять. Ну, у меня всегда было так, у меня в школе тоже, я, в принципе, мне нравилась там и физкультура, и литература, и история, и раньше я думала, что это больше минус, чем плюс, потому что кто-то уже, например, решил, да, вот, мне нравится биология, да, скажем так, и он уже шел по этому направлению, а я боялась и думала, как же так? Так, я... и это мне нравится, и это, и что же я буду делать? Ну, вот, как-то так, на самом деле, можно, наоборот, сделать так, чтобы ты все это по крупицам собрал и какие-то проекты создал. Если честно, я очень согласна с тем, что в любой сфере, наверное, во-первых, потихонечку стоит, конечно же, чувствовать, что тебе нравится, и заниматься этим, и также, конечно же, люди, чтобы рядом с тобой были люди, которые мыслят примерно так же. Это может быть все, что угодно, ты можешь быть, там, очень техническим человеком, и окружай себя такими, да, или ты можешь очень творческим быть человеком, и когда ты вот с нужными людьми вместе что-то делаешь, это очень приятно, и это сразу становится, не работая чем-то, не знаю, классной частью твоей жизни, и да, но, ты знаешь, если честно, я сейчас с огромным удовольствием занимаюсь наукой, и мне очень нравится биология, и действительно, это что-то такое очень узкое в каком-то смысле, потому что, ну, условно говоря, без вот этих вот семи лет образования ты не можешь, там, к чему-то прийти, это факт, но в то же время в школьные годы, вот, я вот точно такие же мысли у меня были, что мне слишком много всего нравится, это, как бы, скорее минус, потому что были ребята, которые целенаправленно нашли куда-то, но тут никто не мешает иметь хобби, и заниматься вообще всем, вот, просто любая мысль, которая пришла в голову, бери, пробуй, делай, и это только классно, да, еще одна важная, конечно же, часть жизни. Расскажи, пожалуйста, сначала про самую сложную, может быть, задачу, или, может быть, слабо сложный момент в карьере, который тебе пришлось преодолеть, и потом задам второй вопрос, противоположный. Самое сложное для меня, наверное, ну, я такой человек, я ничего не боюсь, то есть я не боюсь пробовать новое, но для меня тоже важно, чтобы в меня верили, вот, и если ты, ну, естественно, когда я что-то начинала или пробовала, я могла этим делиться, там, с родными, со знакомыми, и некоторые люди могли скептически к этому отнестись, да, думать, а как, а что, а ты, может, недостаточно у тебя опыта, ты, может, это не умеешь, вот, вот, и было тяжело с этим справиться, то есть ни самой, ни погрузиться именно вот в это состояние, состояние страха, и я в какой-то момент поняла, что да, в него можно погрузиться, и особенно, если что-то это неизведанное, тебе оно, как бы, хочешь не хочешь, оно вызывает страх, и я поняла, что у меня происходит отклик наоборот, если я что-то хочу, я этого боюсь, оно во мне какие-то эмоции вызывает, значит, нужно туда идти, то есть, потому что, если ты идешь в свой страх, и ты этого боишься, то это значит, что ты на ступень выше будешь, то есть ты уже эту ступеньку пройдешь, и уже потом ты на это будешь смотреть и думать, а, чего я боялась, да, даже если ты, там, не знаю, провалишься, даже вот если, например, у тебя какой-то проект не пойдет, да, или в какой-то сфере ты поймешь, что, окей, не совсем мое, или я не совсем, там, талантлив, или не совсем, ну, готов в это инвестировать свое время, ты можешь, да, на ступеньку вниз спуститься, но потом ты уже, зная, вот этот, имея свой опыт и зная, как оно, ты потом две ступеньки вверх сделаешь, то есть, главное не бояться, пробовать, вот для меня вот этот, наверное, был такой самый трудный момент, перестать вообще бояться и не слушать других людей, потому что никто не знает лучше нас, как оно может быть лучше нас самих, и если другой человек может сомневаться в чем-то, это не значит, что ты должен в этом сомневаться, вот, наверное, такое было самое сложное. Да, да, согласна. А расскажи, за что ты, наверное, гордишься или чему-то отдельно вот радуешься, опять же, в контексте своей карьеры? В контексте карьеры, я радуюсь, что я стала достаточно самостоятельной, то есть, я могу руководить людьми, могу принимать само решение, это очень здорово, когда ты можешь рассчитывать именно на себя. В принципе, я поняла, что не всем людям это легко дается, то есть, ответственность — это такое очень важное для человека качество, и оно может в разных сферах в жизни проявляться. Я, наверное, горжусь тем, что я достаточно ответственный человек, и если я чего-то захочу, я стараюсь это довести до конца, вот, я этим очень-очень горжусь, потому что это было, конечно, не всегда так, особенно я, как бы, очень долго профессионально занималась спортом. Мне очень тяжело давались проигрыши, то есть, я как-то привыкла, вот, я очень быстро бегала, бегала, и я в школе всегда на всех соревнованиях выигрывала, меня так заметил, чуть-чуть веду свою карьеру, чтобы просто понимать, что я имею в виду, меня заметил один тренер, и он меня пригласил заниматься профессионально, я занималась в Сокольниках, и когда я уже перешла на стадион заниматься, я поняла, что не одна я такая быстро бегающая есть, а есть ребята, которые больше меня занимаются, и которые быстрее меня бегают, и уже на тех соревнованиях, на московских, на региональных, я уже не всегда выигрывала, а иногда и проигрывала, и мне это очень тяжело давалось, то есть, мне поражения всегда очень тяжело давались, и я это всегда принимала близко к сердцу, вот, я, наверное, горжусь собой, что я научилась не принимать поражения близко к сердцу, а понимать, что это тоже нужно, потому что если не будет поражений, то не будет и побед каких-то. Да, круто, да. Вот это я собой этим, ну, горжусь, что я переросла себя, и какие бы ни были поражения, я, конечно, тоже иногда могу расстроиться, это не то, что я так робот, и погрустить, что там что-то может не получиться, но всегда-всегда-всегда оно к чему-то большему ведёт. Круто, круто. Так, у меня есть секция Блицеброс. Так, ну, вопросы, скорее, несерьёзные, но всё же. Берлинская стена или Бранденбургские ворота? Берлинская стена. Ресторан или кафе? Ресторан. Работа из офиса или удалённая работа? Удалённая работа. Лето или зима? Лето. Очевидно. Музей или парки? Парки. Велосипед или общественный транспорт? Велосипед. А ещё лучше самокат. Парк Тимпельхофф или Тиргартен? Тимпельхофф. У меня Тиргартен. Квартира в центре города или домик на окраине? Это очень сложный вопрос. Вообще, я всегда за дом, то есть дом для меня, природа очень важны, но именно в Берлине, наверное, центр города. Угу. Так, сейчас. Немецкая пивная или кофе? Ой, ни то, ни другую. Попала. Я не пью ни кофе, ни пива. Но если выбирать из двух золота, наверное, кофе. Тогда скорее кофейня. Дальше. Окей, окей. Вечеринки или уютные посиделки дома? Вечеринки. Если честно, это конец небольшого интервью. Я очень-очень благодарна тебе. Мне кажется, классная, яркая история. Такая же, как и Юля. Как уже сказала, я обязательно ставлю ссылочку на этот проект. Кому интересно посмотреть, и вдруг вам окажется полезным, будет здорово, если вы посмотрите. Еще раз большое-большое спасибо, Юля. Спасибо тебе большое. Мне очень понравилось интервью, очень понравились вопросы. Прям спасибо тебе большое за проседу. Спасибо вам за просмотр, и до встречи в новых видео. Как брат мой раньше вел YouTube-канал. Он был маленьким, ему было 6 лет. У него не было YouTube-канала, но он как бы его вел, потому что у него была камера. И он там говорил, подписывайтесь, ставьте лайки. Так он, подписывайтесь, ставьте лайки. Настю. Все-все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok